всем огромный привет рада видеть вас на своем канале и сегодня у меня в обзоре посылка с интернет-магазина любимый василек заказала ее давно пришла недели две назад все никак руки не доходили заказала как всегда носки классные носки удобно мне нравится что идут они набором по пять штук не нужно поштучно покупать они очень удобные они мягкие они тянутся в общем и цена достаточно приятная поэтому не вижу смысла не заказывать и вот еще один набор я люблю носки короткие поэтому беру их видите одни немножко подлиннее другие совсем коротенькие под кроссовки просто идеально их не видно здорово очень нравится разные цвета носочков ткань хб приятные к телу в общем здорово также заказала себе майку самая обычная самая простая х бы майка но такие всегда нужны но ее отличие от обычной майки в том что здесь есть такие вот клепки на груди то есть не просто сделана цельной тканью а с такими вот клепками целом приятная к телу обычная х бы майка ничего сверхъестественного главное что все хорошо прошито ну и цена конечно же радует также взяла рубашку давно хотела рубашку но я хотела потеплее но сейчас все-таки лето теплое не особо нужно хотя лето и не достаточно теплое поэтому вот такая тоненькая рубашка будет прямо идеально если под низ надеть какую-нибудь майку джинсы и с вот такой рубашкой пойти и гулять допустим с ребенком в парк по моему просто здорово тоже все хорошо прошито мне очень понравилось это первая рубашка у меня в гардеробе ну очень здорово и тут конечно же я сразу примерила рукав как это все дело будет смотреться для фотки с ногтями и заказала по типу рубашки только платье для платья у нас холодноватая погода вообще как-то лето не удалось то дожди то холод то дожди то холод прям таких теплых денечков и не было но тоже давно хотела такое платье мне кажется для дачи будет прям идеально вот пройтись на пруд не знаю вечером выйти пройтись куда-нибудь у нас там есть типа такой пятачок где магазин вот здорово просто классное платье мне действительно понравилось но не облегает и приятная к телу хэбэ ткань ну и как всегда взяла детям майки вроде бы лето логично заказывать майки футболки шорты но что-то вот как-то лето не дает возможности ходить в этих вещах но ничего для дома тоже пригодится майки никогда не лишний старшему взяла и младшему вот такой вот костюмчик также старшему взяла шорты шорты бриджи я заказывала ему такие же бриджи только синим здесь вот фиолетовые вставки а там синие вставки эти шорты просто идеально зашли ему на даче он с них просто не вылазит есть карманы для дитя это самое важное мне кажется ну и конечно неудобная нелегкие это хэбэ ткань летает на даче просто как угорелый в этих шортах и заказ попросил заказать еще одни на смену ну и конечно же кухонные полотенца у нас они просто горят беру полу лен мне нравится качество ткани мне нравится то как эти полотенца отстируются но с учетом того что у меня трое мужчин как бы я их не стирала все равно полотенчика приходят в такой не очень пригодный вид спустя некоторое время поэтому нужно периодически обновлять но и комплект постельного белья это я взяла для младшего сына смотрите какой здоровский здесь рисунок очень веселый очень яркий такие вот жирафики пока по шее которого в небо идут птички здорово по-детски классно мне нравится качество постельного белья у любимого селька она не выгорает при стирке не линяет цвет остается на своих местах и остается таким же ярким люблю постельное у любимого селька за соотношение цены качества ну конечно же постельное белье взяла на молниях потому что с моими детьми без молний потом я буду подушку искать отдельно от наволочки ссылку как всегда оставлю в описании под видео проходите и просто замечательная новость для всех покупателей у любимого селька при заказе от 2000 рублей доставка будет бесплатно так что ссылка в описании под видео а у меня сегодня вот такие ручки в работе здесь все просто замечательно относилась кто меня смотрит давно тот знает характер этих рук здесь постоянно были ступени на ногти среднего пальца и безымянного от точек в роста точки в роста расположены очень высоко на этих руках и при отрастании ноготь от точек роста начинал крошиться есть небольшой косячок на ногти указательного пальца но вот там где были постоянные проблемы где были постоянные большие ступени от точек роста это повторюсь ноготь среднего пальца и безымянного вот на правой руке которые сейчас обрабатываю там все замечательно я даже не верю своим глазам и по моему это уже не первая коррекция когда клиентка приходит с целыми боковыми сторонами это вам даже уже третья подряд коррекция когда у нее все хорошо на тех ногтях вот-вот по усплю ним надеюсь эта тенденция будет продолжаться ну а я заметила метод работы метод накладывания материала с которым здесь все хорошо носится еще дальше я покажу и буду стараться и дальше придерживаться этого метода именно на этих руках снимаю старый материал до тонкой подложки здесь ногти невероятно клюют вот просто если убрать до натурального ногтя можно увидеть что натуральный ноготь повторяет изгиб подушечки пальца то есть он уходит вниз сразу как только заканчивается ногтевое ложе вот еще снимаю на ногти среднего пальца материал и видно целую боковую сторону от точки в роста я просто не верю своим глазам поэтому при снятии старого материала я оставляю верхнюю линию ровно то есть когда я на ноготь смотрю сбоку у меня будет ровный ноготочек с торца естественно при таком снятии открывается толщина потому что на торце я не убираю материал в ноль но эту толщину потом уберу снизу фрезой придаю форму свободному краю овалом и также прохожу пилочкой по поверхности убираю глянец сотроши части ногтевой пластины это самый важный этап в борьбе с отслойками от кутикулы но не самый самый важный этап это конечно же уборка всего птеригия а вот по 2 по важности этап это уборка глянца сотроши части ногтевой пластины потому что этот глянец не даст базе сцепиться с натуральным ногтем далее выполняю маникюр выполняю по потальку клиентка пришла с влажными ручками не знаешь в общем есть вот руки допустим у этой клиентки раз приходит все нормально сухая кутикула раз прям такая влажноватая кожи как резиновая немножко вот когда второй вариант с ней случается не знаю что там происходит или руки кремом она мажет перед приходом ко мне то ли что там происходит в общем когда второй вариант случается я всегда использую в работе талик он убирает всю влагу с кутикулу делает ее более сухой и более комфортной в работе прочищаю убираю весь птеригий с ногтевой пластины прочищаю под кутикульный карман приподнимаю кутикулу для среза и фрезой шар счищаю этот белый кантик кутикулы работая на скорости 5000 оборотов прохожу по внутренней стороне кутикулы приподнимаю и истончаю соединение этого белого кантика с живой кожи и далее иду фрезой непосредственно поэтому белому кантику когда я срезаю этот белый кантик я иду самой толстой частью фрезы когда мне нужно убрать с левого синуса я фрезой работают а от ногтя то есть я истончаю еще больше соединения белого кантика когда работаю фрезой от ногтя вверх и потом прохожу от синуса вниз счищаю белый кантик прошел час и пять минут на этом этапе клиентка пришла на 8 часов на нашу грунтовочный слой каучуковой базы каучуков базу беру абсолютно любую вот подруги сегодня попалась альта невелла вот ее и наношу в качестве грунтовочного слоя в общем то у меня бывают случаи когда я миксую материалы и из тех материалов которые у меня есть но ни разу у меня не было конфликта материалов то есть все торговые марки которые у меня есть я всеми на свете конечно же не пользовалась а говорить за те которые у меня есть конфликта никогда не было ну и вот собственно метод который работает на этих руках нужен гель желе этим гелем желе я закрываю весь свободный край от одной точки в роста до второй точки в роста я наношу гель желе вот такой вот колбаской и закрываю свободный край создаю по сути такую вот ступень на ногти указательного пальца я наносила в два слоя потому что там получилась небольшая ступенька от точки в роста не хватало боковой стороны параллели я ее достроила а достроила в два слоя так как достаточно много не хватало места а на остальных ногтях просто в один слой вот такой вот колбаской я выстраиваю бортик по линии всего свободного края тут клиентка сначала выбрала вот такой вот гель от bloom мне кстати он очень нравится очень красивый бирюзовый здесь такие и белые есть блесточки черные синие смотрится очень интересно но после того как я нанесла на ноготь клиентка его не захотела ей как-то она его не поняла вроде блестки не блестки есть и крупные какие-то частички в общем ей не понравилось и я все это дело конечно же убрала хорошо что она это сказала до того как я не отправила руку в лампу взяла обычный гель я выбрала розовый оттенок темно-розовый от космопрофи и делаю укрепляющий слой на наношу капельку материала и распределяю ее к свободному краю только на свободном крае у меня теперь не тонким слоем не в ноль я свожу материал а заполняю вот это вот пространство от ступени и выравниваю гель делаю ровной поверхность получается что на торце у меня толстенький слой геля лежит и за счет этого помимо укрепления торцевой линии мы еще и получили небольшое поднятие клюющих кончиков для этих рук это очень важно так как ногти здесь прям таки уходят вниз я об этом уже говорила ногти готовы достаточно ровненько все получилось но нужен опилка не крути убираю липкий слой и пилочкой опиливаю выравниваю форму по торцу и обязательно прохожу пилкой по поверхности все-таки кое-где может быть какие-то ямки или какие-то бугорочки их нужно убрать чтобы ногти в целом были ровненькими и красивенькими прохожу от одной стороны к другой опиливаю ноготь как трубочку здесь все стандартно но и обязательно убираю всю толщину с внутренней стороны она здесь будет и после снятия старого материала остается толщина и плюс еще вот эта вот колбаска тоже дала толщину все нужно выровнять и сделать ногой тоненьким потому что в жизни с толстыми торцами не очень-то удобно и жить то мелочь не возьмешь то еще что-то с тонкими намного удобнее поэтому и с эстетической стороны и со стороны удобства тонкие торцы выигрывает нанесла голубой цвет и далее на голубой цвет наношу блестки здесь прозрачной основе мелкие голубые блесточки в тон основному цвету перекрываю все ногти топом louis philippe я его на тест сейчас взяла и активно тестирую писали мне в telegram что этот топ замечательно носится вот и проверим потому что это сложные руки помимо того что здесь ногтевая пластина сложно так еще и в жизни клиентка достаточно активно работает руками посмотрим как относится топ вот такая работа получилось напоминаю ссылка на любимый василек в описании под видео от 2000 рублей доставка бесплатно а у нас вот такие ногти получились надеюсь этот метод будет работать и дальше на этих руках если же нет то nz у нас остается гелевые типсы так что варианты еще есть для благополучной носки покрытия на этих руках если вам было со мной интересно обязательно ставьте лайк у меня на сегодня все всего доброго хорошего дня